Сегодня мы жарим каштаны. Вот Альфреда разрезает, надрезает их вернее. Вот здесь у нас такая сковородка с дырками специальная. Ее ставят на газ и потом покажу дальше как мы жарим. Вот каждый каштанчик сбоку надрезан. Это для того, чтобы они не лопали сами и заранее надрезают. Вот такая сковородка. Вот она с дырками, с ручкой. Железная. И вот эти каштанчики наши. Вот наша сковородочка заполняется. Надо заполнить дно у нее, не больше. Сколько помещается на дно. Мы ставим вот такой рассекатель пламени и на него сковородку. Вот эту с дырками. И с каштанами. Видите, там через дырки даже видно газ. А сверху мы всегда кладем смоченные в воде 4-6 салфеток. Ну, видите, полотенца кухонные. Наверное, они есть у всех. Вот такие, смотрите. Вот обычные кухонные полотенца. Складываем 4-6 слоев и смачиваем водой их. И так каштанчики там получаются внутри. Это делается для того, чтобы каштаны получились не твердыми, а пропеченными. И в то же время внутри они должны оставаться мягкие. И очень вкусные. Вот так. И сейчас я буду эти каштаны жарить. Обычно это делает мой муж, но сегодня он доверил мне. И он говорит, ты хочешь снимать видео, снимай и жарь. И вот так надо брать за ручку, эту сковородку, и вот так крутить. И там эти каштаны, они крутятся. Они крутятся, поворачиваются. И вот так время от времени их надо крутить. И как салфетка вот эта высохнет, ее надо опять полить водичкой. Вот муж сделал такую бутылочку, и в крышке дырка. И жарить каштаны надо примерно полчасика. Вот так поливаю их. Это наш семейный секрет, который передается у моего мужа из поколения в поколение. И вот так брызгируем водой постоянно эти салфетки. И делимся нашим секретиком. Видите, снизу идет сильный огонь какой. На него попадает вода. И все это создает такую атмосферу внутри. Каштаны очень получаются такие сладкие, нежные, вкусные, прелесть. Я знаю, некоторые делают в духовке. Другие жарят просто на этой открытой сковородке с дырками. И постоянно тоже вот так встряхивают, поворачивают, чтобы эти каштаны там крутились. Но я пробовала, твердые они все равно, есть какие-то твердости, что не разгрызешь. Можно зубы сломать. А вот, кстати, если их еще не разрезать перед жаркой, то они могут лопаться и прыгать, такая, как она надо будет. Один мужчина делал в духовке, не разрезал. Вы как начали летать у него. Как в бомбочке там. В общем, вот эти все секреты. Разрезать сбоку перед жаркой и накрывать салфеточками. Вот у нас это такой секрет. Не бойтесь, салфетки не загорятся. Их надо смачивать, и они не загорятся. Все будет в порядке. А многие могут спросить, а как же раньше зажаривали эти каштаны без салфеток бумажных. Ну, они, наверное, ставили салфетки тряпочные, какие-то смоченные. В общем, я еще спрошу мужа, как. Но знаю, в их семье вот так жарят очень вкусно каштанчики. Вот примерно через полчасика надо открыть эти салфетки. И вот так еще немножко их мотать сюда-сюда. Трясти их немножечко, чтобы они еще подсушились. Корочка у них, чтобы была вот такая черненькая шкурочка. Зажаристая сильно. Вот каштанчики уже готовы. Шкурочка у них вот такая должна быть почти обугленная. А внутри они мягкие, вкусные и сладкие. Вот если таким способом готовить, очень вкусно получается. И потом вот так берешь, открываешь. И вот она, ароматная мякоть чудесная. Посмотрите, какая прелесть. Мне очень нравятся каштаны. Не знаю, кому как. Я их обожаю. Мы всегда в сезон наедаемся много. Ну, вы сами видите, это же сорт такой специальный, съедобный. Те конские каштаны, которые растут обычно в парках, их нельзя кушать. Это специальные съедобные. Вот такие они. Спасибо. 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 Спасибо.